В Махачкале 19-20 мая прошел Единый Кавказский форум правозащитников, посвященный ксенофобии в российском обществе и его последствий для России и Кавказа. На мероприятие прибыли правозащитники и представители общественных организаций всех республик Северного Кавказа. Мы всегда и все готовы на митинг, но для этого и создаются вот такие форумы первоначально, решать здесь, объединиться. Только для этого мы и создаем, обращаемся сейчас независимо, где мы с вами живем. Мы живем в республике Дагеста, у нас из Чечни, у нас из Ингушедии, от других республик. Вы посмотрите, мы для этого и обратимся к президентам наших республик, чтобы они объединились и защищали в целом. В своем союзе выступили на защиту республик Северного Кавказа перед президентом России. По мнению практически всех выступавших, проблемы, с которыми сталкиваются отдельно взятые республики, характерны для всего региона в целом. Их надо решать всем вместе. Мы заслушали доклады из разных республик. Были споры, были разные мнения. И, уверяю вас, я просто эти два дня отдыхала. Не было настолько хорошо, несмотря на то, что были очень страшные вещи. О том, что происходит в других республиках, несмотря на то, что Чеченская республика, это все представители Чеченской республики, видели это все. Не по-насказанию. И то, что были споры, разные мнения, это здорово. То, что мы вместе, потому что, собравшись вместе, мы решим многие вопросы. Мы положим конец многим актуальным, страшным трагедиям, может быть, которые, чтобы больше этого не повторялось. Участники форума приняли резолюцию и обращение к руководству страны, где говорится о том, что они обеспокоены проявлениями ксенофобии и национализма в России и недопустимо решать проблемы региона только силовым путем. Тема второго Кавказского форума правозащитников – ксенофобия. Это очень наборевший вопрос, это очень болезненный вопрос. Не секрет, что ксенофобия разъедает российское общество сегодня. Наша газета «Дагестанский ораку» постоянно публикует материалы по этой теме. Откуда черпает средний россиянин сегодня информацию о Кавказе? В лучшем случае это классики. Рев Толстой, Александр Пушкин, Михаил Лермонтов в наше время – это Расул Гамзатов. Но большинство, к сожалению, питается слухами, питается постоянной информацией о том, что здесь только взрывы, убийства, похищения людей и только негатив. Отсюда ксенофобия, что, как мы знаем, означает боязнь чужого, боязнь чужой культуры. А боязнь происходит от незнания. Поэтому мы считаем, что наша задача – информировать, информировать. И, с одной стороны, о том, что это опасная болезнь, ксенофобия. А с другой стороны, о том, что такое Кавказ сегодня и Кавказ в истории. Только так можно совместно противостоять этой болезни. Следующий, третий по счету Кавказский форум правозащитников пройдет в следующем году в Владикавказе. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова